добрый день очень важная мысль из недельной главы написано так якова вину остановился неожиданно остановился на ночлег он собрал взял миа вне маком от камней которые были на этом месте говорит раши миа вне маком да а потом раша обращает внимание что когда утром он проснулся до то это был мир ломиа вне маком а там был и вин в единственном числе это написано в единственном числе с как раз это объясняет раш объясняет что все эти камни они спорили на кого яков положит голову скам камни как бы ссорились между собой они говорили о лай и не ах цадик и срочи на меня возложит праведник свою голову почему этим камням так было важно чтобы именно на них праведник возложил свою голову аз на этот вопрос на этот вопрос дает ответ на силат и шарим книгами силат и шарим раман шахам рутсата говорит так что вся материя ее стремление служить изучающему тора служить праведнику материя ее смысл и она видит в этом свое максимальное использование свое максимальное как бы вершину своего смысла своего существования это служит инструментом который помогает изучению тора который обслуживает того кто изучает тору то есть праведник вот этот вот который был человеком 14 лет он до этого учился в ешиве не выходя из нее а до этого прожил жизнь якова вину да что он прожил жизнь еще волей все время все время сидит в шатрах торы и в принципе несмотря на то что он занимался не только изучением торы а в недельной главе он занимался тем что пас скотт лавана и постоянно должен был следить чтобы не были украдены чтобы не были задраны хищными животными волками овцы и скотт лаван все равно он всегда находился в состоянии изучающего тора я всегда несмотря ни на что он находился в этом состоянии так вот камни камни считали за честь что такой человек будет их использовать и говорит травмой шахаем рутсатов что это и есть вершина смысл всей материи материя стремится она создана для того чтобы быть слугой праведника и поэтому когда мы смотрим на весь наш окружающий мир да есть у нас машина мы на ней ездим изучать тору преподавать тору да тогда эта машина она имеет что она выполняет свою функцию то есть фирма тойота до которая вот ее значок здесь есть да она создана для чего для того чтобы бней тура здесь в израиле есть многие бней тура это хорошая японская машина они ее покупали и тогда она используется это тойота используется для изучения торт то есть миллион до тойота королла которые созданы на всем мире книга рекордов гиннесса по их выпуску да для чего в чем то сказать как бы тойота в принципе ее максимум чем она достигла свой максимум то что бней тура купили тойота то что праведники люди которые выполняют волю всевышнего купили тойоту и на ней ездят преподавать тору изучать то любая материя вот этот вот микрофон тоже самое бумага вот производство бумаги здесь есть книги по которым мы даем урок не то что мы как бы как якова не дай бог не звучало такая гордыня какая но в чем смысл смысл этого мира в том чтобы в нем изучали торы соблюдали заповеди так вот материя получает как бы свое ашлама да свою цельность смысл ее творения в том что она используется теми людьми которые изучают уже преподают тору теми людьми которые стараются жить по законам всевышнего мы желаем всем чтобы все были на этом в этом состоянии что имеется ввиду люди которые соблюдают тору изучают тору стараются выполнять волю всевышнего всей своей жизнью они дают совершенно другой смысл всему тому материальному которым они занимаются что ханархи так и написано любую вещь человек должен делать лишь чем шимаем во имя небес он идет кушать да он потребляет эту пищу для того чтобы не были силы служить всевышним он ложится спать он ложится спать для того чтобы встать новыми силами служить всевышнему и он идет на работу он идет на работу для того чтобы выполнить митву какую митву дать пропитание своей семье а потом что делать изучать тора служить Всевышнему, урожать детей, которые будут служить Всевышнему. Если человек все время находится вот в этом вот процессе, получается, что у него все лишим шамяма, все во имя небес, вся материя, все, что вокруг нас, все, что мы делаем, чем бы мы ни занимались, мы даем этому смысл, придаем этому значение, которое Всевышний хотел, чтобы у него было. Большое спасибо.